Всем добра, добра, котики! У меня сегодня очень насыщенный день. Мы с утра проснулись, я убралась, прошлась 3.20 на дорожке и сейчас готовлю нам вкусняшку. Абрикосы. Как вы знаете, у нас их много. Саша мне их почистил от вот этой вот кожуры. Она очень кисная. Ну, как, когда нагреваешь, дает кислоту в пироге. Лучше чистить ее. Вот, я перемешала с крахмалом и медом. Сделала песочный коржик. Отправляю это сюда. Сверху украшу еще полосочками песочными. Вот, приготовлю абрикосовый песочный вкусный пирог. Пирог в духовке, потом покажу, что получится. Вот такой пирог получился. Его мы заберем с собой. А сейчас покушали рисовую молочную кашку, сварила. И салатик еще делала. Вот. А пирог поедет с нами. Все аромат. Всем привет. Мы собрались уже после завтрака. И уже пора выходить. Я сегодня в платьице легком. У нас вообще очень жарко. Босоножки было. С сумочкой. Сейчас мы едем. У нас запись к стоматологу. Мы уже два месяца пытаемся собраться к нему. Но никак. Из-за ремонта и всего остального. Вот сейчас пойдем. Записаны и я, и Саша. Вот. И нам уже пора уезжать. Дело сделано. Мне сделали два зуба. Я довольна. Вот. Посмотрели. Ну и так. Общий осмотр там. Все ли в порядке. Вроде бы пока все хорошо и отлично. Вот. И два зубика. Я думала мне, кстати, два. И в одном там кусочек пломбы откололся. И мне его обратно сделали. Вот. Я думала, кстати, что мне делать один. И вот этот кусочек. Но не знала, что надо будет делать два. Но так бывает. Я всегда прихожу. И так. Наш постоянный стоматолог. Он просто говорит, что надо делать. И мы делаем. Саша проконсультировался по поводу своего. И договорился записаться на другой день. Вот. То, что мне, получается, в два раза дольше делали. И время уже следующего клиента подошло. Так что, Саша съездит, короче, в следующий раз. Вот. У нас сегодня дитчайшая жара стоит. Прям очень сильно жарко. Солнце печет. Прям нереально. Освежаешься? Освежаешься, да. У нас и здесь, и дома, и в доме. Везде по такому спрею. Я их в Ашане покупаю. Аква-спрей. Он такой приятный. Запах имеет. И очень хорошо увлажняет. Я им пользуюсь и летом. Ну, просто освежится, увлажнить кожу. И зимой, когда сушит от батарей. Кстати, его можно использовать не только для лица, но и для тела, для волос. Но они нравятся именно для лица. Классная штучка. Попробуйте. Я уже в доме. Саша поехал мне пить новую насадку. Если найдет, вот этот течет. Там какой-то переходничок. Нужен между шлангом и рейкой. Вот. Я уже начала поливать огород. То есть, что за раз-то нереально я поливаю вообще. Каждый день. И это занимает у меня где-то часа три. Теперь еще снаружи же поливаю в газон. Поэтому я начинаю. Сейчас вот пол четвертого. Я начинаю поливать. Потому что... Потому что вот. Папа делает там ванную. Что там? Они там плитку докладывали. Там надо было сбить эти крестики. Там, я не знаю. Швы может все делать будет. Вот. Вот сейчас Саша приедет. Будет делать еще. Наводит розетки. Мы вспомнили, что нам нужно провести розетку в спортзал под телевизор. И потом он уже все розетки вывел. Нужно будет только завести вот эту шпаклевку. Штукатурку. Шпаклевку. И сделать... Ну, прикрепить там внутри вот эти синие штучки, которые мы покупали. Короче, блин. Я такой ремонтный объясняльщик. Вы поняли. В общем, будет заниматься розетками. А я огородом. Что ты? Явился, не запылился? Или запылился? Нет. А? Нет. Привез мне новый переходник. Нам бы подключить новый шланг. Еще. То, что этот порвался окончательно. Бесповоротный. Прикол, что мы купили такой же шланг. Его явно хватит ненадолго. И надо все равно в Леруа покупать шланг. Шланг, шланг, шланг. Просто вообще. Мы купили другой шланг. А потом я зашел в интернет и посмотрел. И оказалось, что это тот же шланг на другой расцветке. Короче, блин. Мы покупаем третий шланг за сезон. Жесть просто какая-то. Я вот эту всю сторону около эркера полила. Вот. Сейчас поменяем. Буду вот здесь поливать. Тут уже тенек. Все ждут и дождутся попить водички. Кабачки. Огурчики. Все. Покажу, что тут происходит. У нас тут уже прибрано. Стены готовы. Сейчас его загрунтовать и покрасить. А, еще вот тут вот этот кост сделать, да? Да. Что я провел. Здесь еще двер тоже надо просветить. Ага. Вот это вот сделал. И вот это. Вот это. Вот здесь вывел. Новые розетки. Потому что они были вот в этой части стены, которую мы убрали. Вот это проход. Плиточка высохла. Можно уже тут будет тоже швы затирать. А батареи все сняли, чтобы красить и грунтовать. А, и вот этот же еще откос на входной двери. Ага. Вот. А тут-то будут двери, тут не надо делать. И вот здесь еще сделала. Вот тут вывел под телевизор розетку. Конечно, это, блин, дофигища нужно пропилить. Но что делать? Хочется, чтобы было без проводов. Так красивенько. Вот такие у нас дела. Я полила все грядки. Да, сейчас иду. Все грядки тут. И также снаружи газон полила. Кстати, он уже начал сходить у нас. Написано было две недели. Я вам сейчас покажу. Я его очень хорошо проливаю. Я думаю, это видно. Вот под пальмами. Ну и вообще кое-где начала всходить травка. Видите? Вот там вот около этого столба тоже. Короче, всходит потихонечку газон. Красота. Надо пальмы уже обрезать завтра будет, когда будет сухо. Я сегодня поливала. Часа три точно, как бы не больше. У нас стоит просто дичь какая жара. У огурцов листья желтеют. Огурцы тоже желтеют. Приходится поливать каждый день. И по многу нужно лить. Приклею прическу свою. Как удобно с косой. Просто вообще кайф. Газон начал сходить. И я его еще более усиленно поливала. Прям долго там простояла на самом деле. Вот такие дела. Все политы я сегодня ничего больше не делала. Только поливала. Даже не подвязывала огурцы. Потому что, ну, чтобы растения пережили эту жару. На самом деле обещают пару недель такой ядреной жары. Мы уже думаем, конечно, о затеняющей сетке. Это намного удобнее, чем открытое солнце. Так это спасает растения от вот этого палящего солнца. Ну, не знаю. Вот с той стороны дома, там, где кабачки, там притенение хорошее. Вот, там, с трех часов тени. Там они себя чувствуют намного более комфортно, конечно, чем те кабачки, которые на солнце. И патиссоны. Я заметила разницу и в росте. И листья у тех, что на солнце желтеют. Ну, короче, разница есть. Вот арбузом, дынем. Нравится на солнышке. Я в следующем году при посадке такие нюансы буду учитывать. Я их и так учитывала в этом году. Но уже теперь будет опыта побольше. Вот. Что завтра? Завтра снова занимаемся розетками и откосами. Если повезет, то швы и плитки затрем. Вот. Потом, в следующий раз, уже будет грунтовка и окрашивание стен. Это все за один день. Грунтовка сохнет два часа. И потом можно будет сразу красить. Каждый слой тоже около двух часов сохнет. Так что, в принципе, пока идешь от комнаты в комнату, вот, Саша и папа будут делать это вдвоем. Поэтому я думаю, что есть шанс, что они даже сделают грунтовку и покраску в два слоя за один день. Это было бы просто классно. И еще выяснилось, что... Ну, как выяснилось? Вернее, мы знали это. Что перед тем, как класть ламинат, нужно будет выровнять пол обязательно, чтобы стыки ламината потом оставались целыми, не гнулись, не ломались и так далее. Вот. Это делается везде, где угодно, в квартире, в доме, везде нужно проверить. Поэтому нужно будет докупить специальное какое-то средство, развести его и залить полы. Ходить нельзя будет всего лишь четыре часа, поэтому, когда дойдет до этого, мы... Ну, они, вернее, это сделают, и мы сразу уедем домой. И на следующий день вернемся, уже будет готово. Вот. И можно будет стелить ламинат. Дальше по плану. Ну, там, кроме мелочей, натяжных потолков, подшить еще потолок гипсокартоном, затем натянуть потолок в коридоре и ванне, так в остальных комнатах уже он натянут. Установить, понятно, там, плентуса, розетки. И будем дальше кухню выбирать. Как только мы выберем кухню, закажем ее и соберем, то можно переезжать в дом, перевозить вещи, будет глобальный переезд. Вот. Пока такие планы. Ну, я все буду показывать, все рассказывать. Понятия не имею, сколько это все по времени займет. Все как идет, так идет. Мы очень стараемся успеть как можно быстрее. Нам самим хочется здесь находиться. Это было бы намного удобнее. Я смогла бы здесь поливать. В нашу жару, возможно, иногда утром тоже помогать. Например, ну, огурчикам хотя бы. И кабачкам, чтобы им лучше жилось и рослось. И так далее. Ну, и уже из дома будем дальше продолжать делать ремонт уже здесь. Это будет намного удобнее, чем ездить туда-обратно. Вот такие у нас дела. Немножко рассказала о планах на ремонт. Обратите намרג custые порядки. В Mondавcie. В твоем видео.